Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня тема нашей беседы это символ веры. Мы попытаемся на него взглянуть более пристально. Это привычное для нас исповедание, молитва, текст. И мы постараемся сегодня внимательно на него посмотреть, объяснить что-то непонятное для нас, открыть что-то доселе неизвестное. Итак, во-первых, краткое историческое предисловие, наверное, многие из вас об этом слышали, что символ веры был принят на первом и втором Вселенских соборах, которые были, соответственно, в 325 году и в 381 году. И поэтому эти соборы проходили первые в городе Никея, вторые в Константинополе или Цареграде по-русски. И поэтому символ веры это тоже часто называется Никео-Цареградский символ веры по названиям этих Вселенских соборов, на которых он был принят. Более того, на 3-м Вселенском соборе было принято еще такое постановление о том, что вот этот текст символа веры, он неизменный, да, и не подлежит никаким будущим изменениям. Вот, и православная церковь его вот в таком неизменном виде и хранит до сего дня с 381 года, да, вы знаете, что, например, католическая церковь, она внесла некоторые в него изменения, вот, с которыми православная церковь не согласна. Вот. Затем, что же такое слово символ, да, вот, символ веры, какой смысл вкладывается в это слово? Ну, естественно, что слово символ, оно греческое, и его смысл, если перевести на русский язык, то это означает глагол вообще, да, от которого слово символ произошло, означает содержаться, да, и вот символ веры, это значит текст, который содержит истины веры, да, содержит их в определенной полноте, содержит истины необходимые для нашего спасения. Вот, и, конечно же, символ веры, это не просто какое-то отвлеченное, да, теоретическое изложение православной веры, а это практические истины, которые каждое слово, каждое утверждение, каждая фраза в символе веры, она важна для нашего спасения, да, поэтому, ну, вот, мы в практике, да, и в утренних молитвах мы читаем символ веры, и в определенных частях богослужения, что главное, на божественной литургии каждый, да, мы, ну, вот, в нашей современной, практике русской православной церкви весь храм поет символ веры, да, это тоже очень важный элемент божественной литургии. И, опять же, если мы обратимся в историю, то почему на Вселенских соборах, на Первом и Втором возникла такая необходимость составления этого символа веры? Потому что, во-первых, в это время появляются разные лжеучения в церкви, да, ереси, то есть неправильные, неправильные изложения учения о Боге, о спасении, о человеке, и вот, в первую очередь, чтобы закрепить правильное учение и отвергнуть эти ереси, и составляется этот символ веры. Ну, а вторая причина, это в это время, вот, в Четвертом веке, в частности, еще большая часть людей приходила и становилась христианами, становилась членами церкви во взрослом, да, в зрелом возрасте. И для того, чтобы человек мог стать членом церкви, да, в древней церкви, сегодня большинство, кого церковь крестит, это младенцы, да, и сегодня вот священники, они проводят собеседование уже с крестными родителями, да, и от крестных требуется, в том числе, знание символа веры, понимание, что такая вера и для чего церковь существует. Вот, то как раз-таки символ веры родился, когда это исповедание было нужно в первую очередь для того, чтобы его дать и для того, чтобы его могли принять и усвоить вот эти люди, приходившие только к церкви, взрослые люди, в церкви возник так называемый институт оглашенных, да, или катехуменатов. Вот, сегодня мы видим такое историческое свидетельство о нем в учении божественной литургии и к тене об оглашенных, да, которое произносится, ну, вот, опять же, слово оглашенный, да, мы его несколько, наверное, не понимаем в русском языке, потому что он такой приобрел несколько другой, да, не связанный с богословием оттенок, вот, но на самом деле оглашенные это те, кто оглашались, да, то есть просвещались в христианской вере. Конечно, главным содержанием этого просвещения их, да, и познание веры был, конечно же, символ веры, да, вот это исповедание, к которому мы с вами обращаемся, вот, и которые оглашенные, когда они уже готовились к крещению, да, и это осталось до сих пор в таинстве крещения, вот, перед, фактически, его началом, взрослые, если взрослые, крестятся, или же крестник, крестные родители, если крестятся, младенец, они читают символ веры, то есть здесь действительно от крещаемого или от восприемника требуется его осознанное, да, возвращение, исповедование, то, что это уже не просто какой-то текст, который я прочитал, а это истина веры, что я действительно верую, да, и все эти пункты, во что я верую, да, из чего состоит моя вера, это не просто отвлеченный текст, а для готовящегося к окрещению, это по мысли, да, вот, отцов церкви, создателей института оглашения, должно было быть живым исповеданием человека, да, то есть он к этому должен был прийти в процессе подготовки к крещению, да, в процессе оглашения. Вот, ну теперь мы с вами переходим непосредственно уже к тексту, вот, и первое слово, да, которое мы встречаем, верую, да, верую, что же это такое, что значит веровать, да, и мы с вами здесь сразу можем сравнить, да, процесс веры и то, что я верую с другими моими действиями из схожих соседних сфер, да, например, я знаю, да, или я... Я вижу что-то, да, а вот я верую, что это такое, да, и почему мы об этом размышляем, потому что современный мир, постхристианский, да, он, почему возник атеизм, да, и стал очень популярным, да, Потому что с развитием науки, образования и разных такого рода, да, философских воззрений, сегодня, да, для современного человека, просвещенного, образованного, для него все, что он знает об этом мире, открывается посредством эксперимента, опыта, доказательства, да, и верою для современного человека, процесс веры выглядит как что-то несовершенное, да, Как что-то несоответствующее современному мировоззрению, в то время как мы с вами, да, и церковь, и символ веры, вот это слово, и это действие, да, эту добродетель ставит во главу угла, и здесь в символе веры, да, с нее все начинается, свидетельствует о том нам, что вера, да, и глагол веровать как действие, как часть человеческого бытия, и в том числе отношение к миру окружающему, Это неотъемлемая часть человека, да, и что вера, это не просто какое-то слепое доверие, да, как критики церкви часто это вот так карикатурно представляют, что вера, это тоже процесс человеческого существа, через который мы с вами, человек, познает Бога, Что Бога действительно невозможно его доказать существование, невозможно научным экспериментом его доказать, проверить и прикоснуться к нему, а Бог познается верою, да, то есть это инструмент познания Бога, если так можно говорить, да, на современном языке, современной науки, философии, вот, И действительно, ну, наверное, каждый из вас встречался на определенных этапах своей жизни где-то в литературе, да, вот с таким, там, литература, посвященная теме доказательства бытия Божьего, да, и вот, видите, доказательств много, разные философы, там, и богословы, мыслители выдвигали, создавали, придумывали, да, но никого, как правило, эти доказательства не привели к вере, Да, это, ну, вот, любители дискутировать, спорить, философы, там, мыслители, просто люди, которых апостол Павел называется вопросники века сего, да, вот они читают эти доказательства, опровергают их, да, то есть такая-то все равно сфера рационального знания и познания, да, вот, Бога невозможно доказать, да, его можно только познать верою, что он открывается тем, кто в него верует, то есть это особая сфера жизни человека, вот, и понятно, что мы с вами, да, или же человек, приходящий к крещению, или уже член церкви, который на литургии или в каком-то другом моменте своей жизни церковной этот символ веры читает, мы свидетельствуем, что мы веруем, да, что без веры, как апостол Павел говорит, и невозможно Богу угодить, и невозможно Бога познать, да, а Бога познания, Бога общения есть главная цель в жизни человека, вообще, и христианина в частности, вот, веру, да, вера, верование, да, как неотъемлемый элемент отношения человека к миру, к Богу, к окружающей его действительности, что есть вера, это не какое-то, что-то несовершенное, да, или что-то ненужное, да, может быть, современному человеку, атеисту это и не нужно, но вера и возможность верить в Бога, это неотъемлемая часть человеческого существа, поэтому, видите, я верую. Ну, идем дальше. Воединого Бога Отца Вседержителя, да, во-первых, воединого, да, почему здесь стоит это слово? Единого, значит, единственного, конечно же, христианское благовестие раздается в мире, в котором царило многобожие, язычество, да, сущность язычества, это многобожие, да, что вот разные боги, они отвечают, да, за разные сферы жизни, природы человека, да, им нужно их как-то ублажать, поклоняться им, вот, и, видите, христианское благовестие возвещает вот эту истину, которую даже сегодня, да, мы встречаемся в нашем окружающем обществе с такими, можно сказать, уже рудиментами язычества, но все равно люди вот хотят чего-то, да, отсюда и популярность астрологии, всех этих прогнозов, да, что вот свою зависимость от чего-то другого, да, и даже от многих сил люди считают, что так действительно есть, что они от чего-то другого зависят, а христианцы говорят, что нет, мы от этих сил всех независим, да, только веруем во единого Бога, да, то есть Бог как личность, высшая сила, которая, вот, и дальше идет речь о том, да, кто такой Бог, да, его краткая характеристика, естественно, что церковь христианская всегда утверждала, что человеческим языком мы не можем описать, кто такой Бог, да, и его, дать ему исчерпывающую характеристику, и это и святые отцы, которые на вселенских соборах собирались, и догматы утверждали, символ веры тоже утверждали, вот это неоднократно утверждалось, да, что мы лишь можем в первую очередь сказать, чем Бог не является, опровергая ереси, да, и лжеучения, ну и с другой стороны, положительно все-таки излагая учения о Боге, можем лишь дать какие-то ориентиры, да, какие-то наметки, которые, конечно же, не являются исчерпывающими, ну вот ключевые, да, ключевое то, что Бог сам открывает нам, открывает человечество через Слово Божие, через святых, через церковь, да, и вот дальше идут характеристики, да, тоже такой Бог, да, и первое, что мы видим, это во единого Бога Отца, да, вот, что Бог это Отец, вот такое удивительное, да, христианское благовестие, да, Господь говорит, когда ученики его спрашивают, научи нас молиться, Отче наш, да, начинается молитва, Отец, да, и вот это действительно, опять же, в языческом мире, вот это откровение, да, что Бог для язычников всегда, да, или Боги, да, представлялись как какие-то недоступные, далекие, грозные, судьи, да, такие страшные, которых нужно там умилостивлять жертвами какими-то, вот, перед которыми нужно что-то такое делать, не всегда приятное для человека, да, и вот, которого нужно как-то задабривать, да, вот это в этом сущность язычества, а вот истинный Бог открывает себя людям как Отец, да, и что же в этом для нас звучит, слове, да, в этом определении, что, конечно же, это образ взятый, да, из нашей реальной жизни, и сегодня, конечно, этот образ очень потускнел, и для людей, у многих нет Отца, да, или нет, у детей, которые без Отца выросли, вот, но, конечно же, в том мире, да, еще традиционно, вот, где это было нормой жизни, да, полноценная семья, отец, да, кто такой отец, да, это в первую очередь тот, кто любит, да, своих детей, и тот, кто, вот мы это и в псалмах встречаем, да, и вообще в Священном Писании массу образов отношения Отца к детям, которые есть в реальной жизни, в такой нормальной жизни традиционного общества, вот, и которые проецируются, да, является образом таким не исчерпывающим, но направляющим образом отношений Бога к человеку, да, и вообще к человечеству и каждому человеку отдельно, что Он Отец, да, Отец в первую очередь любящий, да, и вот, опять же, Бог нам открывает себя как любовь, да, Бог есть любовь, и главное Его действие и чувство по направлению к миру и к человеку, это, конечно же, тоже любовь, да, и это не просто Отец, это любящий Отец, и вот, опять же, в Евангелии, да, мы вспоминаем какую притчу о блудном сыне, да, которая подробно, Церковь наша останавливается на ней в подготовительной неделе к Великому посту, и подчеркивает вот это, да, что это, опять же, притча, образ отношения Бога к человеку, да, даже к падшему, грешному человеку, заблуждающемуся человеку, вот, что любящий Отец, да, Бог — это любящий Отец, который всегда ждет и всегда готов принять любого грешника, любого самого, как кому-то может показать, или кто-то может сказать плохого человека, да, для Бога нет плохих, как для Отца хорошего нет плохих детей, да, как бы они плохо себя не вели, куда бы они ни зашли, вот, и все равно Отец любит, да, и вот притча о блудном сыне, она и показывает, да, с одной стороны блудного сына заблудшего, а с другой стороны любящего Отца, да, это образ отношения Небесного Отца к нам. Дальше следует слово Вседержитель, да, вот, Вседержитель, в этом тоже очень глубоком слове, которое мы в Священном Писании встречаем, вот, тоже одна из характеристик отношения Бога к человеку и к миру, да, Вседержитель — это значит тот, кто в первую очередь, ну, вот, в православном богословии есть такое понятие, как промысл Божий, да, это в определении говорится, что это непрестанное действие, да, всемогущество, премудрости, благости Божьей, которыми Бог устрояет, сохраняет бытие человека, творение, помогает всякому добру, зло его последствия исправляет и направляет к благим последствиям, да, то есть такое вот непрестанное действие Бога, забота Его обо всем мире, да, о том, что весь мир существует, он создан Богом, да, он существует благодаря Божией любви, и еще Господь о каждом человеке так заботится, да, чтобы его жизнь и обстоятельства, которые они складывают, привели его к спасению, да, привели его к единству с Богом. Ну, вообще, вот это слово само, да, чисто филологически, вседержитель, да, по-гречески пантократор, да, оно вот это, кратер, да, созвучно с другими словами в славянском языке, в русском, вот, вот слово самодержец, да, всероссийский, когда-то, когда у нас были самодержецы, или в византийской тоже империи, оно как раз, как раз-таки, тоже приведено с греческого, и в нем то же самое происхождение, по-гречески самодержец это автократор, да, а здесь пантократор, вседержец, да, то есть немножко по-другому, вседержитель, это переведено, да, то есть в этом слове еще и содержится указание на то, что Господь Бог есть единственный и главный царь и властитель всего мира, да, вот есть земные цари, есть сейчас царей уже нету практически, да, есть президенты, там какие-то правители, сильная мира сего их еще называют, да, а мы исповедуем, что Господь есть единственный царь, президент, властитель этого мира, поэтому мы говорим небесное царство, да, к которому мы стремимся, что мы все его граждане, да, потому что в нем есть вот этот царь, да, небесный наш царь. Ну и еще, конечно же, в этом утверждении содержится опровержение церковью, особенно распространенного тогда, вот во втором, в третьем, в четвертом веке учения дуализма, да, которое сегодня часто у людей встречается, да, о том, что в мире существует два начала, доброе и злое, Бог и дьявол, или просто зло, и что они как-то, так сказать, равносильны, и что вот они борются, но все равно вот зло есть, что оно существует, что это такая самая ценная сущность, да, зло, и вот это такое учение церковь опровергала, опровергает, и вот этим утверждением, что Бог есть вседержитель, да, что нет больше другого, никакого властного начала в мире, да, и никакой другой силы, а зло, конечно, существует, но это не есть сущность сама себе, это отпадение от Бога, да, зло, зло есть нарушение естественного хода вещей, а не какая-то сущность сама по себе. Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, да, вот видите, здесь мы исповедуем, что все, что существует в мире во Вселенной создано Богом, да, что мир не безначальный, да, что он не существует, не возник сам по себе, да, из чего-то там, да, и все концепции, такие вот отрицающие творения мира Богом, которые существуют, ну, они являются концепциями, да, которые, конечно же, никак невозможно подтвердить или опровергнуть, да, это предположения, которые, конечно же, такие ученые выдвигали, развивали, вот, но в Священном Писании, в Откровении мы это знаем и веруем в это, да, потому что мы это тоже не можем доказать каким-то образом, да, мы только верой можем это познать, поверив Богу, Его Слово, Его Откровение, что мир создан Богом, и человек создан Богом, да, вот небо и земли, да, какое небо, конечно же, и какие невидимые вещи, да, имеется в виду, конечно, не физическое небо, да, вот облака там, воздух, атмосфера, а в первую очередь, конечно же, мир духовный, да, что это и мир ангельский, вот, и то, что человек, да, он состоит не только из видимой своей части тела, да, в нем есть и духовная составляющая, созданная Богом, вот, творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, да, все существующее, то, что мы и не видим, то, что мы видим, и духовный мир, и физический мир, созданы Богом, это творение Божие, которое, может ли Бог сотворить зло, или что-то плохое, да, не может, и мы, когда читаем в книге Бытие, вот, творение, творение Богом мира, да, мы, там, читаем такие слова, и увидел Бог, что это добро, да, и что все хорошо сотворил, да, вот, совершенство Божие творение мы исповедуем, да, в том числе в этих словах, и в священном писании об этом мы читаем, вот, но, с другой стороны, мы видим кругом очень много несовершенства, да, и видим что-то противоположное, да, видим, что есть и красивое, и хорошее, но есть и много несовершенства, и, в первую очередь, в жизни человеческого общества, да, вот, так что многие философы и сегодня простые люди, да, приходят к таким заключениям неутешительным, да, что, вот, человек это зло, мир это зло, вот, что все плохо, и в том числе говорят и в адрес церкви нам, верующим священнослужащим, что как же Бог вот такое допустил, как вот Он допускает это зло, вот, что мы на этом можем ответить, только, опять же, дальше вот идет об этом речь, да, и Бог создал мир хорошим и совершенным, и создал человека хорошим и совершенным, но отпадением от Бога человек и мир стали плохими, да, то есть то зло, в котором этот мир пребывает, и то зло, которое в нем существует, это результат порчи, да, испорченности, нарушения вот этого совершенства, которое Бог создал. Почему это нарушение возникло, почему зло это возникло, да, потому что Бог человека создал свободным, да, в том числе и избирать зло. Вот, ну вот, мы переходим к следующей части, и мы можем сказать, что она, к ней мы тоже, да, можем, когда вот из слова «и», да, в начале, да, очередной, очередной части символа веры, значит, мы тоже можем прибавить верою, да, в начале верою воединого, и дальше верою и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Вот здесь, видите, в символе веры мы встречаем учение о Боге, который открыл себя людям, как троица, да, Отец, Сын и Святой Дух. Видите, в воплощении Сына Божия человечество получает это откровение. В Евангелиях мы об этом читаем, да, в Священном Писании, вот, в предании церкви и в символе веры, да, в том числе мы знаем, кто такой Бог, да, что вот Он открыл себя нам, как троица, да, как единый в троице. И потом вот дальше мы читаем в символе веры, как же это так может быть, да, троица, но един, но все-таки троица, да, и как вот это можно объяснить, понять и принять, и как, и какое это отношение имеет к нашей жизни, да, к нашему спасению, к нашему бытию в этом мире. Вот, и вот здесь мы начинаем в символе веры рассматривать откровение о второй ипостасе Святой Троицы, о Господе Иисусе Христе, о Сыне Божием, ну и, во-первых, здесь тоже стоит слово Единого, да, и не просто Единого, а Единого Господа, да, вот, наименованием Господь, да, которое мы встречаем в Священном Писании Ветхого Завета, да, и вот Церковь Христианская именует Господа, да, да, и вот в том контексте, в контексте Римской империи, и вообще в контексте того мира, где было много разных царств, правителей, Господом, да, в первую очередь, конечно же, Господом призывали и принуждали себя именовать Римские императоры, да, и вот этим наименованием они хотели подчеркнуть свое, в первую очередь, божественное происхождение, естественно, в рамках языческого язычества, да, а христиане, основываясь, да, на откровении божественном, именуют Христа Единым Господу, да, Единый Господь, это значит, что для нас, других господ, да, и господей больше нет, и римские императоры ведь заставляли, что христиан себе поклоняться, как божеству, да, и все соответствующие органы, да, власти Римской империи, христиан, за что мучили, да, за то, что они не признавали римского императора Господом, да, признавали его мирским правителем, да, апостол Павел говорит, что, да, надо молиться за царя, да, по-славянски, то есть за императора, за власти, вот, но они лишь власти, да, мы им подчиняемся, являясь гражданами этого небесного, этого земного государства, вот, но Господь для нас один, это Бог, да, вот, Христос нам открывается, Он наш Господь, во единого Господа Иисуса Христа, да, вот, Иисус Христос, это словосочетание для нас уже стало привычным, мы о нем тоже не задумываемся, да, вот, Иисус, это имя, да, которое и встречалось и до Христа, да, в иудейском народе сейчас встречается, распространенное имя, вот, а Христос, это отличительное наименование именно того, кто пришел нас спасти, да, слово Христос греческое, которое означает помазанник, по-еврейски это мессия, вот, и в Ветхом Завете помазанниками, да, называли людей, получивших от Бога особое избрание для совершения какого-то служения, ну и, конечно же, в Ветхом Завете мы множество читаем пророчеств о будущем помазаннике, то есть Христе, который придет спасти человечество, да, от последствий греха, даст ему настоящую жизнь, вернет его к тому Богообщению, которое имели Адам и Евы до грехопадения, да, именно вот ответом на эти пророчества является воплощение Христа, Евангелие и символ веры, да, в котором Иисус называется Христом, что именно Он Христос, да, вот, например, иудеи, иудаизм современный, в то время Он, Иисуса не считает Христом, да, признает Его существование историческое, но ждет другое, что придет, да, Христос, вот, которого обещали пророки, вот, или, например, Ислам тоже признает историческое существование Иисуса, да, и тоже Его называют одним из пророков, но не считает Его Христом, у него такого вообще нет учения, вот, мы с вами христиане, да, поэтому называемся христианами, что мы Иисуса считаем и исповедуем, что Он и есть Христос, да, воплотившийся Бог, дальше, Сына Божьего, Единородного, да, ну, Единородного, это значит Единственного, да, вот, а то, что, видите, Бог-Отец, да, Он открывает себя нам как Отец, да, а Вторая ипоста Святой Троицы нам себя открывает как Сын, да, и вот это тоже очень глубокое определение, да, с одной стороны, мы с вами Его, естественно, воспринимаем через призму нашего житейского опыта, в первую очередь семейная жизнь, да, мы знаем для нас, кто такой Отец и кто такой Сын, да, и какие между ними отношения, и, конечно же, вот то, что Бог нам о себе дает откровение, используя вот эти образы и эти понятия, это, конечно же, для нас в категориях нашего языка и наших понятий очень такое отдаленное, да, для нас представление о характере отношений Святой Троицы, да, между Отцом и Сыном, вот, и опять же, главная характеристика этих отношений, которые мы можем извлечь из определения Отца и Сына, это любовь, да, что это любящий Отец и любящий Сын, да, и вот мы впервые слышим в Евангелиях это откровение в момент крещения Господа Иисуса Христа, да, когда Бог Отец свидетельствует, то есть все слышат этот голос, да, «Се есть Сын Мой возлюбленный», да, Сын возлюбленный, вот, видите, и в другом месте, да, Евангелии мы слышим, что «так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, да, во всякий верующий Он не погиб, но имел жизнь вечную, да, и вот, видите, любовь Божия является главной причиной Бога воплощения, да, и то, что любящий Отец, любящего Сына, вся Святая Троица принимает это решение, да, о Бога воплощении, да, вот, вспоминаем икону Святой Троицы в исполнении преподобного Андрея иконописца Рублева, да, где вот можно на дне бесконечно размышлять, где некоторые вот ее называют, да, как совет Святого Троицы, да, что вот это предвечное решение о воплощении ради спасения людей, оно все основано на любви, да, и поэтому вот то, что вторая ипоста Святой Троицы именуется Сыном Божьем, да, это мы начинаем, да, пытаться понять это определение, исходя из нашего опыта семейной жизни, но заканчиваем тем, что этот, конечно, опыт не исчерпывает всю глубину этого понятия, да, и немножко дальше мы продвигаемся, когда утверждаем, что вот это понятие, оно пытается до нас донести идею о любви, да, что Бог есть любовь, что в нем отношения, это не то, что мы читаем в каких-то греческих языках, мифах, да, там, что хочешь есть, да, и конфликты, и какие-то там противоречия, а, видите, здесь любовь, да, любовь, сын и отец, это любовь, вот, конечно, сегодня тоже мы для того, чтобы адекватно как-то этот образ воспринимать, видите, почему разрушается семья в современном обществе, да, потому что семья это как раз образ, да, и об этом многократно мы слышим в Священном Писании, образ для понимания отношения Бога к человеку, человека к Богу, лиц Святой Троицы, да, в Боге, вот, поэтому когда семьи нет, у человека нет представления о нормальной семье, ему непонятно и это все, да, ему это нужно как-то вот домысливать и пытаться к этому себя возвысить. Вот, сына Божия, единородного, да, то есть, единственного, да, и уникального, да, если так можно сказать, и же от отца рожденного прежде всех век, да, вот опять же, тоже такой термин, который церковь приняла, да, и исповедует его, что сын рождается от отца привечно, да, то есть, безначально, то есть, не было момента, когда сын не рождался от отца, да, то есть, опять же, вот это для нас трудно, наверное, понять, вот, но это наиболее подходящее, да, из всего, что в человеческом арсенале понятие есть, то, что понятие, которое вот было приложено к попытке описать характер отношения и отношения в Святой Троице, отношения между отцом и сыном, да, что отец рождает сына, рождение, да, как описание отношения отца к сыну. Естественно, что это понятие гораздо глубже, да, нашего физического представления о том, что вот отец родил сына, да, как в Библии там тоже об этом говорится, что тот человек родил этого, вот. Конечно же, это, опять же, ключевое здесь понятие – это любовь, да, что любовь отца привечно рождает сына. Рождено, да, прежде всех век, да, то есть, прежде времени, прежде создания мира, прежде того, как что-либо возникает, то, что нам сегодня подвластно нашему познанию. Света от света, да, вот, опять же, утверждение, что Бог есть свет, да, это евангелист Иоанн Богослов, мы это читаем, да, в первой главе Евангелия от Иоанна, и в духовном опыте многих святых православной церкви, да, которые испытали явление Бога, да, и все они единодушно, вот, в первую очередь, что они видели, да, говорят, что это был свет, что Бог есть свет, вот даже им явление. Вот, опять же, ну, такое вот слово, да, понятие человеческое, которое наиболее приближается к попытке описать, что есть Бог. И вот в этой связи тоже для нашего богословия православного и для нашего боговедения огромное значение имеет праздник преображения Господа, да, который, как раз-таки, вот его богослужебное песнопение и смысл, который в нем содержится, как раз-таки посвящен теме света, да, и того, что Бог — это свет, и то, что Он себя являет достойным Его, тем, для кого это нужно, как свет. И, видите, Господь ведь ученикам своим, да, Петру, Якову, Иоанну себя являет за 40 дней до крестной смерти, да, Он им как бы приоткрывает сияние своего божества, да, что Он есть не просто человек, а что Он Бог воплощенный, да, Бога-человек. Вот этот свет, ну, вот такая характеристика, да, одна из характеристик Бога. И то, что, ну, вот в этом, в этой части символа веры подчеркивается схожесть, да, и единство Отца и Сына, да, что Сын не является каким-то другим Богом, да, и что Святая Троица, она есть един Бог по существу и троечный в лицах, да, в Ипостасях, что природа божественная одна, и вот это подчеркивается этим словами, да, видите, света от света, да, Бога истина от Бога истина, да. Ну, вот в нашем, наверное, таком человеческом понимании, когда мы говорим, что кто-то от кого-то произошел, да, вот сын от Отца, там, ученик от Учителя, то это, наверное, всегда содержит какой-то такой контекст, подтекст, что вот тот, кто произошел от кого-то, он как бы ниже или слабее в чем-то, менее совершенно, да, чем тот, от кого он произошел. Вот, хотя есть и другие утверждения, да, что там ученик может превзойти Учителя, там, сын может превзойти Отца, но вот здесь вот этими догматическими утверждениями символы веры, вот, что света от света Бога истины от Бога истинного, как раз-таки подчеркивается единство, да, единство, а не различие между Отцом и Сынем, да, что они едины в своей божественной сущности. Ну, дальше, рожденно, да, опять же, вот это здесь, ниже от Отца рожденного, да, здесь, что он рожден, несотворен, да, и вот эти вот утверждения, эти слова являются ответами на те ереси, которые возникали в то время, да, когда символ веры составлял Союз, это Третий, Четвертый век, вот, что очень многие еретики были, которые утверждали, что Сын Божий не есть Бог, да, что Он, ну, совершенное творение, что Он самый совершенный из людей, вот, и как раз-таки для опровержения этих лжеучений вот эти слова здесь и появляются, да, что, в первых, характер божественности, да, Иисуса Христа, рождение от Отца, что Он несотворен, Он не является творением, да, как некоторые ученики, как некоторые истеки учили, единосущно Отцу, да, вот этот термин тоже очень важный, появляется в процессе таких активных богословских дискуссий, в том числе и на Вселенских соборах, единосущно, да, вот это, к нему они пришли, да, Отцы Вселенских соборов, что понятие сущность, что вот божественная сущность, да, и что в Отце и в Сыне, и в Святом Духе, что они единосущны, да, то есть у них одна божественная природа, да, не отличается, да, а отличаются ипостасные свойства, да, то есть к таким вот пришли формулировкам сущность и ипостась или лицо, да, то есть вот описание, что же в Святой Троице единое, а что же отличающееся, да, им же вся быша, да, вот это утверждение относится к Господу Иисусу Христу, им, да, вся, это значит все, что было создано Богом, быша, значит, то, что пришло в бытие, то есть было создано, и вот этим коротким утверждением тоже исповедуется истина, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, точно так же участвует в творении мира, да, как Бог Отец и Бог Святой Дух, да, тоже участвует в творении мира, вот, и это тоже такая неуловимая, да, для такого простого рационального ума информация, если можно так сказать, да, что, ну, наверное, человеку хочется такому рациональному все разложить по полочкам и сказать, ну, а в чем же, да, вот личная характеристика и отдельное участие каждого из лиц Святой Троицы, например, в творении, в искуплении, и вот как раз-таки православное богословие, символ веры показывает, что, опять же, ответить на этот вопрос мы не можем, да, исчерпывающие, конечно, что мы можем сказать, что поскольку Святая Троица — это единство и троечность, да, то поэтому и личное в каждом из них, оно неразрывно связано с общим, да, и нет, наверное, да, такого дела из того, что совершил Господь, Святая Троица, что было бы только одно, да, вот какие-то, видите, здесь, например, что сын рождается от отца, да, вот это личные характеристики, а все остальное, отношение к миру, да, его создание, его искупление, отношение к человеку, это все сохраняется в единстве, да, в Святой Троице, поэтому и о сыне мы исповедуем, что им же вся выше. Вот дальше мы переходим уже к теме более близкой для каждого человека, да, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небеса, воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и Вочеловечеса. Вот, наверное, именно поэтому, да, символ веры составлялся для того, чтобы человеку объяснить, что такое Церковь, какое откровение о Боге она содержит и что же дает вера и Церковь человеку, да, что она меняет его жизнь. Вот нас ради человек и нашего ради спасения, да, вот очень важное понятие здесь произносится, это спасение, да, вот что такое спасение. Вот опять же любому такому современному человеку, в том числе таким не воцерковленным крестным современным родителям, которые приходят, которым батюшка говорит, что вот нужно символ веры вам освоить, усвоить, выучить, да, и вот как люди обычно такие приходящие, не воцерковленные, да, воспринимают Церковь, ну, вот Таинство Крещено, вот какая-то традиция, да, там, обряд, ну, в лучшем случае воспринимают, ну, вот что это, да, что-то хорошее, да, но вот спасение, да, в окружающем Церковь мире, в каком контексте может звучать слово спасение произносится, да, спасите, помогите, да, когда человек тонет или пожар, да, или там грабят там человека, да, человек речит спасите, да, спасение утопающих, спасение на водах, вот служба спасения, да, юный спасатель, вот журнал дети у нас читают, вот, спасатель, да, то есть там все понятно, да, что человек гибнет, да, его надо спасать, вот, а что же здесь, о каком же здесь спасение, да, чего же Церковь спасает, о чего Христос, воплотившийся Бог, спасает человека, и что же Церковь сообщает такому, да, приходящему человеку, о каком спасении идет речь, ну, конечно же, мы все с вами, и любой такой человек, да, если немножко задумается, да, над своей жизнью, немножко поразмыслит, ну, особенно человек уже больше с жизненным опытом, вот, то рано или поздно многие люди приходят к, или даже периодически, да, приходят к таким вот, к такому отчаянию, да, что вот, ну, всем хочется жить в счастье, да, в благополучии, все к этому стремятся, желаем друг другу, да, а на практике мы, наверное, видим, что скорее больше плохого в окружающем мире, в жизни, что вот войны, ненависть, злость, разрушение, да, вот, все такое разъединение, да, вот мы выходим на улицы, там кто-то ругается, там кто-то конфликтует в семьях, то же самое, да, такой конфликтный фон, на работе, да, и, наверное, что-то хорошее для большинства людей, это, наверное, все-таки исключение, даже праздник, да, вот хорошее есть, ну, конечно, люди стремятся к хорошему, мы видим, что вся современная наша цивилизация, она стремится к тому, чтобы как-то вот что-то спрятать, да, и человеку говорит о том, что вот наслаждение, счастье, там, вот, если ты, там, купишь что-то, да, то ты будешь счастлив, будешь, будет у тебя все хорошо, и вот это, можно сказать, позиционируется и транслируется такое, называют, да, позитивное мышление, что не нужно обращать, там, на это у него, и все хорошо, и все будет хорошо, и дальше еще будет хорошо, да, вот, а тут приходит церковь, да, если еще не говорить, что оказывается спасение, что Христос принес нам спасение, от чего? Вот, а если убрать вот это все, утешительное, в кавычках, да, в мире, в современной цивилизации, которая стремится заглушить, да, вот, реальность, да, и мы увидим, что действительно ключевое слово, да, в нашем мире это зло, гибель, смерть, что это действительно является неуничтожаемой реальностью мира, вот, и что человек, каждый, да, постоянно живет в этой реальности, что, ну, во-первых, он знает, что жизнь его закончится смертью, да, что будет после нее, человечество не знает, да, разное, разное для того, чтобы этот вопрос решить, попыткой предпринимается, да, смерть, как бы, так, удаляется из жизни, заглушается память о ней, да, и ее неизбежность, вот, но она все равно есть, да, смерть есть, есть болезни, да, которые внезапно приходят, смертельные болезни, мучительные болезни, да, страшные болезни, есть болезни душевные, да, и проблемы самого разного рода, да, есть, опять же, это зло в человеческих взаимоотношениях, да, которое начинается от ссор в семье и заканчивается войнами между государством, да, где, опять же, смерть, разрушение, лишения, да, кризисы экономические, политические и так далее, то есть, видите, мы в этом живем, в этой реальности, да, и мы, как бы наше общество и цивилизация не старалась это скрыть, спрятать, затушевать, она все равно есть, и каждый человек с разной периодичностью, да, в своей жизни с этим всем сталкивается, да, и невольно, да, что мы наблюдаем это в себе и в окружающем мире, что человек стремится уйти, да, от проблем, да, уйти от проблем, решить эти проблемы, создать сферу своего обитания и своего сознания так, чтобы в нем не было проблем, чтобы не было всего этого плохого, да, но все равно это плохое пробивается, да, несмотря ни на что, да, и вот, ну опять же, чем живет современный человек, да, даже в нашей стране, да, в первую очередь забота о материальном благополучии, да, и эта забота и стремление к материальному благополучию, она основана на ложном, конечно, утверждении, что если вот это материальное благополучие будет, то человек станет счастливым, да, и все будет хорошо, и не будет конфликтов, не будет ссор, вот, но опять же, если мы возьмем такую простую статистику, да, как количество или уровень самоубийств, да, и мы увидим в мире, посмотрим, что один из самых высоких уровней самоубийств в Швейцарии, да, где один из самых высоких уровней жизни в мире, материального достатка, да, который показывает даже, видите, простая статистика, что материальное благополучие человеку не дает и не избавляет его от решения вот этих проблем, не избавляет его от смерти, не избавляет его от болезней, не избавляет его от конфликтов и зла, которые в этом мире присутствуют, да, и что материальное благополучие и богатство, оно человека не спасает, да, а мир в нашем мире живет таким вот утверждением, что это спасает, да, что к этому нужно стремиться, кто к этому не стремится, это неправильно, да, кто стремится, это правильно, это хорошо, К этому всем, особенно в западном мире, у нас это приходит, что нужно быть успешным. Культ успеха, культ процветания, культ богатства, все к этому стремятся, но те, кто его достиг, не становятся счастливыми людьми, и они по-прежнему нуждаются в спасении. И вот, видите, христианское утверждение, христианское благовестие, христианская церковь и Бога, воплотившегося нам, что мир лежит во зле. И это никак, никакими наукой и достижениями цивилизации не изменишь. Видите, новая цивилизация развивается, технологии, но они используются опять же на зло, опять же для разрушения. Вот, ни к чему не приводят, по-прежнему войны есть, по-прежнему болезни есть, от них болезни нашли лекарства, другие появляются, не приводят это. И вот, что же делать, да, и вот звучит здесь христианское благовестие, что окажется Бог воплотился нашего ради спасения. От чего? Вот от этого всего самого. А все это самое есть что такое, да, опять же это Божие откровение, христианское благовестие миру, что все это есть последствия грехопадения. А грехопадение есть отпадение от Бога, да, что только с Богом, только в тесном общении с Богом человек может быть счастливым. И мир, который Бог создал, и который Он создал хорошим, да, и человеческое общество может быть счастливым и гармоничным только в общении с Богом. И ради этого Бог воплощается, да, потому что человек после грехопадения сам не может снова взять и вернуться к своему допадшему состоянию, как Адам и Ева в раю имели, да, не может вернуться. Поэтому именно для того, чтобы вернуть человека в это состояние, сделать его счастливым, настоящим, живым, дать ему настоящую жизнь, лишенную недостатков, и Господь воплощается, да. Вот это и есть спасение, да, то есть действительно спасение от смерти, спасение от гибели, спасение от последствий греха. Да, видите, и для того, чтобы понять, что такое спасение, нужно в первую очередь, и Церковь это делает, говорит правду об этой жизни, да, что эта жизнь действительно падшая, что эта жизнь человечества после грехопадения, да, что она и будет распадом, что никакие революции и технологии ее не излечат, да, что только спасение Богом может человека и человечество, и этот мир, в том числе природу, да, исцелить. То есть действительно нужно самое настоящее спасение, как спасение утопающего или горящего, точно так же и спасение человека, который умирает, погибает здесь из-за греха, из-за отпадения от Бога. Вот, видите, сшедшего с небес, да, опять же, небо, здесь, конечно же, под словом небо, в первую очередь в священном писании и в символе веры, да, именуется место пребывания Бога, да, это ничего общего не имеет с атмосферой или космосом, да, известно такое глупое утверждение, да, в том, что космонавты летали в космос, а Бога не видели, что его там и не должно быть, да. Это же космос такой же тварный мир, как планета Земля, вот, поэтому небо, да, это, конечно же, символическое от слова, да, символический термин, которым обозначается пребывание Бога, да, а у него нет места, да, потому что он не ограничен пространством. И воплотившегося, вот, Духа Святой и Марии Девы и Вочеловечесей, да, вот, воплощение, такой тоже важный термин, важное понятие, которое нам Церковь открывает в символе веры, воплощение, что же это такое, да, это, конечно же, принятие Богом человеческой плоти, да, человеческой природы. Для чего, да, и вот здесь тоже такое звучит святоотеческое утверждение, которое мы уже много раз, да, с вами слышали, повторяли, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, да. И вот в ипостасе Христа человеческая природа соединяется с Божеством, да, и в ипостасе Христа происходит это соединение, происходит обожение, да, человеческой природы, ее возвращение к тому состоянию, которое она имела до грехопадения, да, то есть Адам и Ева не просто, как нам кому-то может это представляться, жили в каких-то просто комфортных условиях, да, сущность, суть их бытия до грехопадения была как раз-таки в том, что они имели Бога общение, да, они имели общение с Богом, и вот это общение возвращается нам через воплощение Христова, да, начинается возвращение, потому как тоже святые нацы такое изрекли, да, выражение, что то, что не воспринято, то не уврачено, да, то есть Христос, Бог, воспринимает человеческую природу. Да, воплощается, да, и это опять же, почему здесь звучит символ веры, тоже вопровержение целого ряда ересей, которые тогда существовали, которые утверждали, что, ну, и это было противно вообще греческой философии языческой, да, что такое плоть, это темница души, да, это что-то нечистое, недостойно, как же мог, как же Бог может соединяться с человеческой плотью, да, А вот как раз-таки Бог истины и свидетельствует об этом, что человек возлюблен Богом, да, и что Бог действительно недоступный и неприступный соединяется с человеческой природой, действительно воплощается, да, принимает человеческую плоть, соединяется с ней. Вот это тоже в языческом мире, в мире языческой греческой философии тогда звучит как нонсенс, да, как скандал, как невозможное для принятия утверждения, да, а оно действительно без него не может обойтись христианское богословие, да, потому что на этом строится наше спасение, что Христос спасает нас, да, от всего, о чем мы говорили, через воплощение, да, через соединение с нами, вот, человеческой природой, да, воплотившегося от Духа Святого и Марии и Девы и его человечества, да, вот это тоже парадоксальное, да, и непринимаемое рациональным сознанием свидетельство о Божественном Откровении, о рождении Иисуса Христа, о Девы Марии, да, о бессеменном воплощении, без Отца, да, это тоже и в то время, да, не принималось рациональным сознанием сегодня. Сегодня это мы, даже об этом и трудно, да, человеку такому рациональному сказать, это, ну, воспринимается в лучшем случае с недоумением, а бывает и со смехом, да, с какой-то насмешкой. Вот это действительно истина, которую Церковь Христианская принимает верою, да, что рационально это невозможно принять. Но, с другой стороны, опять же, вот в богослужебных песнопениях, праздниках Божьей Матери, в том числе и Рождества Христова, да, особенно, вот такое дается утверждение, которое можно так обобщенно, да, представить, что Бог, создатель этого мира, создатель в том числе механизма продолжения рода человеческого, и что Он Сам может вмешиваться, да, в созданные им же законы природы, да, и здесь, как в одном песнопении Церковном говорится, что побеждаются естества устава, да, то есть законы природы побеждаются, да, и Дева рождает без мужа, да, безмужно, бессеменно, вот, действием Божьим, да, что Господь может совершить такое действие, да, как создатель этого мира, потому что Он властен, да, этим распоряжаться, властен нарушать сам законы природы, которые Он уже создал. Вот поэтому, видите, воплотившегося от Духа Святого, да, и здесь действие Святого Духа в этом процессе, да, воплощение Бога исповедуется. И Мария Дева, да, Мария Дева, которая свою плоть дает Богу, да, для воплощения. И вот, опять же, учение о Деве Марии, о Богородице в Православной Церкви и в символе веры, оно тесно связано с учением о Христе, с христологией, с воплощением Бога. Вот, и вочеловедшееся, да, вновь, видите, там воплотившегося, здесь вочеловедшееся, то есть ставшего совершенным человеком, да, и тоже разные были лжеучения, ереси, которые пытались как-то это утверждение оспорить, по-другому представить, да, что какое-то призрачное воплощение, что Он не был там в полной мере человеком. Ну вот, видите, эти крайности преодолеваются в символе веры, да, и что Он и истинный Бог, и истинный человек. Но уже более подробно этот догмат был на Четвертом Вселенском Соборе раскрыт, да, когда вот об образе соединения Божественной Человеческой Природы во Христе было издано установление, вот о том, как соединяется Божественная Человеческая Природа во Христе, что без этого соединения невозможно наше спасение, да, что если бы воплощение было каким-то призрачным, да, или если бы это не был Бог, да, что спасение бы наше не произошло. Вот, ну и, конечно же, на учение о воплощении строится богословие Таинства Евхаристии, да, что в евхаристических дарах, вот, точно так же, как во Христе, Человеческая Божественная Природа, так же и здесь, да, мы причащаемся воплощенного Христа, да, который, это таинство возможно, да, потому что Бог воплотился. И, опять же, все другие философские учения, они пытались тоже, да, как-то представить возможность общения с Богом, но, конечно, никакая другая религия рукотворная, человеческая, да, измышление человеческое не смогли до этого дойти, а это Божественное Откровение, да, это действительно Божие Слово, да, о том, что Бог Сам Себя дает людям в таком Таинстве, да, для того, чтобы мы с Ним соединялись. Распяток уже за Ны, при понтийском Пилате, да, видите, у нас до этого звучало, нас ради человека наших, ради спасения, да, вот как это воплощение, как это спасение совершается? Через воплощение, затем через распятие, да, за нас, то есть Господь добровольно распинается, да, ради нас, идет на крестную смерть, и вот при понтийском Пилате, да, это, с одной стороны, историческое свидетельство, да, это было принято в древнем мире датировать события правителями, да, которые правили, вот, но, с другой стороны, здесь еще есть тоже такой скрытый смысл, вот, что мы помним, да, как происходило осуждение Христа на крестную смерть, на эту казнь, что конечное слово принадлежало Пилату, да, то есть он был римским правителем иудеи, вот, и у него была возможность оправдать, и более того, мы видим в Евангелии, что Пилат понимает, что это невинный, да, человек, которого оклеветали, да, и что он видит, что он имеет власть его отпустить, да, и может его оправдать, да, но он не делает этого, да, он выбирает, поддается тем страхам, которые у него были, да, что вот если он не удовлетворит требования этой толпы, да, что это может привести к каким-то восстаниям, волнениям, проблемам, да, и он вот уступает своему малодушию, да, делает этот свободный выбор, и вот святые отцы тоже для нас обращают наше внимание, что и каждый из нас, да, тоже часто в жизни ставится перед этим свободным выбором, да, предать Христа или же последовать за Ним, да, а следование за Ним, это следование на крест, да, и вот, опять же, вопрос о стране, страданиях возникает, да, и мы здесь видим это слово распятого же за Ним и страдавшего, да, почему же отдельно это слово, ведь понятно, что распятого это и есть страдание, да, почему же страдавшее, это важно для нас, вот что, во-первых, конечно же, этим утверждается вольное, то есть добровольный характер страдания Христа, что он делает это не потому, что другого выбора не было, да, и так сложились обстоятельства, да, и мы помним, что Господь в Евангелии отвечает Пилату, да, что ты не имеешь надо мной никакой власти, да, что это моя воля, да, это воля Святой Троицы, да, чтобы Сын Божий претерпел распятие ради спасения человечества, вот, и страдавшая это еще относится и к нам, да, вот опять же, здесь уже другой праздник, крестовоздвижения, да, которым раскрывается, да, богословие креста и богословие христовых страданий, вот, что, ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что мир возле лежит и что человечество живет в страданиях, да, что можно так сказать, что страдания, да, это непрерывное содержание фон жизни человеческой, да, что после грехпадения человек все время живет в страдании, да, рано, все время страдает, пытается от них как-то уходить, но все равно с ними сталкивается, да, и вот Господь, который страдает ради нас, он этим еще и показывает нам путь, да, путь спасения, да, для каждого из нас, который тоже лежит через крест для каждого из нас, и мы видим, что всякие реформаторы, да, и обещатели благ человечества, они, как правило, всегда обещают, что мы избавим вас от страданий, да, через революции, через технологии, через еще что-то, что человек не будет страдать, он будет счастлив, да, но все равно это ни у кого не получалось и не получится, а что же говорит Христос, который пришел, чтобы нас избавить от страданий, он говорит нам, вот, он собой являет нам ответ, да, на этот вопрос, что мы можем избавиться от страданий через их принятие, да, что через принятие страданий мы их побеждаем, да, проходя через них, мы приходим к воскресению, и звучат эти слова, да, что кто хочет спасти жизнь свою, отвергнись с себя, возьми свой крест и следуй за мной, да, не какое-то я вам дам утешение от страданий, я избавлю вас от страданий, да, а в принятии своего креста, да, своего жизненного креста, как это святые отцы церкви объясняют, да, что церковь и Христос не избавляют нас от этих земных страданий, он призывает их принять, призывает нас принять их, пройти через них и через это увидеть и освободиться от них, да, и вот, страдавши, да, вот этими, если бы это просто сказал какой-то проповедник, да, или даже воплотившийся Бог, ну вот, страдайте, да, через страдания вы обретете счастье, видите, Господь говорит это нам своим примером, да, он сам идет на эти страдания, хотя в них не нуждается, да, как совершенный Бог, он сам этим дает нам ответ, секрет и указывает путь спасения, да, путь спасения лежит через крест, через страдания, вот, дальше слово стоит погребенно, да, вот, видите, здесь нет слова умерша, да, а есть распятого, страдавшего и погребенно, да, вот, погребение, и действительно, видите, отдельный есть год в церковном календаре, это Великая Суббота, да, который именно посвящен погребению Христовым, да, не смерти его, а именно погребению, и вот здесь, особенно если мы обратимся к песнопениям Великой Субботы, да, который, опять же, все узнают Пасха, там, ну, еще там, 12 Евангелий, страдания Христовым, да, вот Великая Суббота, конечно, так в популярном благочестии, богословио-народном непонятный день, да, и поэтому, ну, кто там, хозяйки готовятся к Пасхе, там, что-то, вот, кто-то еще к чему-то готовится, ну, мало кто, да, приходит на службу в этот день, вот, а видите, даже символи веры, да, это погребение, и вот, что же происходит в этот день, да, день Христового погребения, его пребывания во гробе, вот, происходит как раз-таки его, то, что он совершает разрушение смерти, да, смерть, как один из компонентов падшего мира, как мира страданий, да, как его, наверное, самое яркое проявление сущности этого мира смертного, да, что каждый человек смертный, вот, Господь в этот день своим схождением во ад побеждает смерть, да, бессмертный умирает, сходит во ад, где пребывают все умершие, и разрушает эту смерть, да, то есть, погребение Христово, это разрушение смерти, это победа над смертью, да, вот, спасение человека от смерти, да, и вот дальше от погребения мы подходим уже к воскресению, да, и воскресшего в третий день по Писанию, вот, воскресением, да, все это, конечно же, воплощение, распятие, погребение, воскресение, затем вознесение, это все части единого искупительного подвига домостроительства Христова, да, всей Святой Троицы, нас ради и нашего ради спасения, вот, по Писанию, да, то есть, согласно пророчествам Ветхого Завета, вот, воскресшего, да, и, конечно же, мы вспоминаем сразу утверждение апостола Павла, да, что если Христос не воскрес, то тщетна вера наша, да, опять же, исповедание Христа воскресшего и Пасха, да, воскресение, главный праздник, да, всего церковного года, и опять же, этот праздник, который, видите, вся Светлая Седмица с точки зрения церковного устава, это один день, да, вот, с воскресения до субботы, это один день такой вот пасхальный, который его богослужение содержит тоже это глубокое богословие, что такое воскресение, вот, и опять же, ну, вот, в народном представлении, да, ну, вот, Христос воскрес, а какое это отношение имеет ко мне? Как раз-таки богослужение праздника Пасхи, оно и отвечает на этот вопрос, что Христос воскрес для нас, да, и что Он умер для нас, и Он погребен для нас, Он воплотился для нас и воскрес для нас, да, и что мы этим оживаем, да, и вот в пасхальных песнопениях часто звучит вот это утверждение, что смерти больше нет, да, что смерть побеждена Христом, но с другой стороны, мы с вами видим, что после того, как Христос воскрес, все равно все же умирают, да, все равно христиане умирают, вот, и как вот это соотнести, да, что на это сказать, вот, и, конечно же, смерть в библейском понимании, да, в церковном понимании, это гораздо более широкое явление, гораздо более глубокое, вот, и, конечно же, смерть в Библии, все еще написание, и в богословии христианской православной церкви смерть — это, в первую очередь, отпадение от Бога, это лишение Богообщения, жизнь — это общение с Богом, а смерть — это отсутствие общения с Богом, и после того, как Адам и Ева лишились этого Богообщения, они стали смертными, да, и смерть их потомков и нас с вами, да, это последствия греха, а грех — это есть отпадение от Бога, и вот именно причину смерти, да, Христос исцеляет своим воплощением, смертью и воскресением, то, что теперь для нас, для каждого христианина в церкви снова открывается возможность Богообщения, да, возможность вернуться к тому состоянию, которое имели Адам и Ева до грехопадения, и все равно физическая смерть остается в этом мире, да, и после воскресения Христова, но она для христианина не является смертью, а является, видите, как вот праздник называется «Успение», да, при Святой Богородице, и «Успение» — это термин, да, можно отнести к каждому христианину, да, что это уже не смерть, это переход в новую жизнь, это даже рождение в новую жизнь, да, вот как на иконе «Успение» при Святой Богородице изображается, вот Божья Матерь лежит на смертном Адре, а за ней стоит ее Сын Божественный, и ее держит как младенца, да, ее душу, что она теперь родилась в вечную жизнь, да, он как Бог ее человеческую душу вот рождает в вечность, да, и поэтому физическая смерть в церкви для христианина после Христового Воскресения, для христианина, который соединился со Христом Воскрешим, это уже не смерть, да, это просто, ну она называется по-прежнему смерть, но это уже не смерть, да, это, и поэтому христианину уже не нужно бояться смерти, и не нужно бороться за выживание, да, как все борются и друг с другом, да, кого-то убивают, чтобы мне жить, да, грабят, чтобы мне жить, чтобы моя жизнь была обеспечена, а христианину это теперь не нужно, да, потому что для него смерти нет, и физическая смерть, почему мученики с радостью идут на казнь, да, потому что для них это не смерть, для них это рождение в жизнь, да, и вот это утверждение, оно, видите, тоже центральное, да, здесь вот что Христос воскрес, да, и вот это все относится, что это наше ради спасения, что Он своим воскресением дарует нам жизнь, дарует нам возможность вернуться, вот Он нас спасает, да, здесь мы видим уже более отчетливо, да, что же такое спасение, что это восстановление первозданного состояния человека, что со Христом в церкви мы с вами становимся и имеем возможность, да, стать такими же, как Адам и Ева до грехопадения, то есть, или на уже языке церковном стать святыми, да, святой это тот, кто пребывает в общении с Богом, да, есть разные ступени, да, святости, да, но здесь прогресс в святости для человека, он безграничен, да, то есть, нельзя сказать, что вот человек достиг предела святости, предела богообщения, как Бог бесконечен и безграничен, да, так и для человека общение с Богом, оно безграничное, да, насколько человек может это вместить, вот, ну, на этом мы сегодня остановимся. Очень сложно детям объяснять вот это все. Символы веры? Да, у меня с самого шестерства, он скажет, мама, Богородица, значит, это же как бы мама на земле, а на небе, получается, а кто у отца, что у меня будет жена? Да, да. То есть, а кто жена? Вот, видите, поэтому действительно символ веры для крещаемых, да, он был для взрослых, да, адресован и, конечно же, для детей, чтобы объяснять такие истины, да, которые и взрослому-то сложно принять, человеку еще, ребенку еще более сложно это понять и тем более объяснить. Поэтому, ну, действительно вопросы возникают, вот, но мы тоже здесь сталкиваемся, да, что мы не можем это объяснить, и тем более ребенку, что есть какие-то пределы, с одной стороны, в восприятии человека, да, что он это просто не может понять, а с другой стороны, мы это не можем объяснить, да, и, видите, это тоже, мы можем оставить только на промысл Божий, на Божественном попечении о том, что наш ребенок или другой ребенок, да, с которым мы можем говорить на эти темы, что он может когда-то это понять, но уже хотя бы хорошо, что ребенку это не безразлично, да, что у него есть, в том числе потому, что мы с ним говорим на эти темы, да, у него есть такие вопросы, да, у него может есть неправильное понимание, а правильное он не может, да, как-то так воспринять, вот, но в любом случае опыт отцов церкви, опыт духовной православной церкви говорит, что с детьми нужно и можно говорить, да, об этом, о Боге, о Боге общении, при святой богородице вот и что такие недоумения возникают у ребенка но не значит что мы должны бояться и соответственно как выход ничего не говорить все-таки особенно для ребенка но и для многих вообще людей первичен именно опыт молитвы да и когда ребенок видит до молитву родителей и верит что это все-таки первостепенно да и центрально не рациональное объяснение да видит что такое живая вера и что такая жизнь поверь и поступки человека и мысли слова человека который живет с богами вот это больше конечно же убеждает и что-то показывает и и объясняйте ребенку и вообще другим людям да поэтому господь говорит нам на что свет ваш предчеловеке да когда они видят ваши добрые дела ваши слова ваше богословие ваши добрые дела поэтому этого для нас мы это можем как-то размышлять и углублять в себе понимание этих истин до результат это в первую очередь не то что мы это знаем то что мы этим живем да и том что наши добрые дела наша жизнь в боге до которая действительно мы при становятся причастными к спасению да и что-то в нас спасается что мы уже не живем в категориях разрушения гибели борьбы за существование да мы живем уже в другом в другой реальности на постепенно в нее входят да и это любой человек это видит да вот на примере святых мы видим да что там животные слушаются до святых которые на других людей нападают там до их убивают даже дети да несмышленные они тоже слушаются да вот то что из густ младенец и сущих совершил этих волок да что младенцы прославляли христа входившую в русалим да они тоже он же их ничем не убеждал и ничего им не объяснял они это как божие творение да которое бога встречает и покоряется ему да добровольно да потому что чувствует божественную благодать от него исходящую вот то же самое и здесь там мы с мы с этим видите сталкиваемся с этим и это ничего с этим не можем поделать что мы не можем найти какую-то технологию убеждения чтобы как-то ребенку все-таки это объяснить да что дело здесь не в словах да дело в нашей духовной реальности живем ли мы с богом и это отражается в нашей жизни и отражается на детях да что мы детям говорим нашим душевным состоянием нашим добротой нашим нашим теплом да если у нас этого нету то чтобы мы не сказали как бы правильно это все равно ребенку ничего это не даст поэтому ребенок действительно он не принимает логические объяснения он руководствуется только своим опытом и душевным теплом который он чувствует да и божественной благодати которую он чувствует вот поэтому и господь сказал да что пустите детей приходить ко мне и что каждый из вас должен принять царствие небесное как этот ребенок наоборот ставит ребенка качестве примера именно такой непосредственности восприятия да что не доводами мы можем ребенка убедить не каким-то богословием да и какими-то словами а в первую очередь вот такими нерациональными категориями и и и